Силовое самбо от брянской полиции. Чемпионат среди сотрудников правоохранительных органов в первой подгруппе завершился победой брянской команды ОМВД. Две подгруппы, 15 команд. Вместо служебного оружия – навыки владения боевым искусством. Вместо устава – жесткие правила самбо. Впрочем, для многих подразделений правоохранительных органов самбо – это скорее необходимость, нежели просто боевое искусство. В итоговый зачет шли не только личные достижения спортсменов, но и результат всей команды. Поэтому, как и на службе для решения одной задачи, пришлось попотеть всей команде. Лучший результат в первой подгруппе показала полицейская команда Брянской области. Что неудивительно, бороться на татами брянским стражам порядка не впервой. В прошлом году полицейские самбисты стали лучшими на всероссийских соревнованиях. В личном зачете высший результат показал Андрей Моторкин. Это далеко не первая победа титулованного спортсмена. Но каждый бой для полицейского – испытание, которое требует тщательной подготовки. Постоянно приходится держать себя в форме, постоянно тренироваться. Так как ты борешься с ребятами, с которыми я раньше боролся, они тебя тоже изучают. Приходится придумать какие-то новые обманные действия, чтобы в очередной раз их выиграть. Третьими в первой подгруппе на педестал победителей поднялись брянские таможенники. Во второй подгруппе места распределились следующим образом. Сильнее всех в спортивном единоборстве стала команда ФСБ. Брянские приставы по итогам командного зачета стали вторыми, а почетное третье место досталось наркоконтролю. Все призеры личного зачета получили грамоты и ценные подарки. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ